Иногда у нас на пути появляются какие-то маленькие дела, незначительные, которые нам кажутся не каким-то чем-то великим. И мы думаем, ну что из этого выйдет? Ну что я сделаю? Это маленькое дело. Но на самом деле мы можем сделать величайшее дело, не заметив этого. Помогли кому-то, а он вырос и спас весь народ. Всем привет, мои дорогие друзья. Сегодня я хочу поделиться с вами своими размышлениями о Моисее и о принцессе египетской, которая его вырастила совсем из маленького, крошечного. Когда она его взяла, нашла в корзинке. Итак, жизнь Моисея началась с того, что он родился в плену у египтян. Весь народ еврейский находился в плену. На тот момент они выполняли тяжелую работу, а их младенцев, детей в определенный период времени даже было повеление при рождении уничтожать. Это ужасный был период, и мама Моисея решила его спасти. Каким образом? Она сплела в корзинку, и вот с сестрой Моисея, с дочерью старшей, корзинку осмолила, как пишется. Вот, и корзинка это поставила в тростнике, вот, у берега реки. И сестра его стала вдали наблюдать, что с ним будет. И вышла дочь фараона на реку мыться, и прислужницы ее ходили по берегу реки. Она увидела корзинку среди тростника и послала рабыню свою взять ее. Открыла и увидела младенца, и вот дитя плачет в корзинке. И сжалилась над ним дочь фараонова, и сказала, это из еврейских детей. И сказала сестра его дочери фараоновой, не сходить ли мне и не позвать ли тебе кормилицу из евреянок, чтобы она вскормила тебе младенца. Дочь фараона сказала, исходи. Девица пошла и призвала мать младенца. Интересно, правда? Но очень часто обращают внимание на то, как повели себя мама Моисея, сестра Моисея. Как вообще о жизни Моисея рассуждают, о том, что он потом сделал. Но смотрите, маленький Моисей, беззащитный. Ну там сколько рождается ребенок? 4 килограмма? 3-4 килограмма. 5 кто-то рождается. Все, вот такое существо маленькое, беспомощное, в корзинке и без чужой помощи даже не выживет. Пришлось призвать кормилицу, его же маму взяли. Но тем не менее, и Бог потом через это маленькое существо делал такие великие дела, чудесные. Вывел весь израильский народ из египетского рабства. Но перед тем, кто-то должен был сделать вот это вот маленькое дело. Просто это маленькое существо вырастить, выкормить и спасти. Сразу скажу размышление, что иногда у нас на пути появляются какие-то маленькие дела, незначительные. Которые нам кажутся не каким-то чем-то великим. И мы думаем, ну что из этого выйдет, ну что я сделаю, это маленькое дело. Но на самом деле мы можем сделать величайшее дело, не заметив этого. Помогли кому-то, а он вырос и спас весь народ. Смотрите, но тут, кроме этого, эта идея красивая, есть еще хорошая мысль о египетской принцессе. Вы знаете, что, да все знают, что там сменялись династии и часто захватывали власть. Просто другой клан, другие люди, там всякие полководцы могли, то есть безроду, без племени. То есть и создавали свою династию. И поэтому сильно цари, князья в любое время, они с одной стороны были властны делать все, что хочешь. А с другой стороны, если начнешь что-то сделать, то против тебя могут заговор сделать и еще обвинить, что царь или император или фараон пошел против народа. Иначе он не настоящий, там еще что. Вот египетская царица, когда она брала младенца еврейского, она рисковала. Потому что это и подвиг есть ее. Она рисковала. Было указание всех младенцев уничтожать. Она должна была его сдать, предать. Но она рискнула. Еще есть такая мысль, что она не просто так там мылась. Она могла иметь какую-то проблему. Нил был священным местом, священной рекой. И она могла иметь какую-то проблему. Кто-то говорит, за здоровьем омывалась. И как бы молилась. И она могла ждать свыше от неба, от богов какого-то ответа на свои вопросы. То есть Нил это было такое сакральное место. И вот она могла воспринять этого мальчика, эту корзинку с мальчиком, как с ребенком. Как ответ высших сил на свои нужды и чаяния. Но в любом случае, ее сердце было открыто. Она была на тот момент язычницей. И в то же время, Бог смог через нее сделать это чудесное дело. Божье дело. Спасти Моисея, а через него вывести весь народ. Израсте. Очень часто и в жизни, через неверующих людей, Бог творит свои чудеса. Через язычников, через тех, которые называют себя верующими, христианами. А они таковыми не являются. Не живут по этому закону, по Божьей воле. Но тем не менее, Бог через них делает очень часто великие чудеса. Как через эту принцессу, фараону. Жалилась. Знаете, в Библии есть такие слова. Кто напоит, напоит, накормит. Кто поддержит сироту, вдову. Вот Бог благословляет и говорит, вот их будет Царство Небесное. Критерий попадания в Царство Небесное. Это Божий характер. Проявить, проявить Божьи дела. Представьте себе, она сжалилась. Она не просто его взяла, потому что, например, кто-то говорит, у нее не было детей своих. И вот ей нужен был ребенок. Я думаю, что принцесса фараона могла найти ребенка, выбрать из любой семьи, и не из рабов, выбрать самого красивого, самого здорового, без увлечий. И никто бы ничего не препятствовал. Она не из эгоизма его спасла. Она его спасла, потому что ей жалко стало. Маленький ребенок. Он может умереть без помощи. И она сжалилась. Так и написано. Открыла и увидела младенца. И вот дитя плачет. И сжалилась над ним. Египетская принцесса поняла, что это из еврейских детей. Значит, его могли убить. Его кто-то хочет спасти. И она его спасла. Сжалилась. Проявила жалость. Проявила доброту. Проявила милость. Любовь. А самое главное, не на словах. А без упреков. Она проявила это делами. Вот это и называется христианское характер. Правда? Но дальше мы видим ситуацию. Я ее не буду много объяснять. Вы сами все поймете. Прошло время. И Моисей вырос. И увидел, как египтянин издевается над евреем. И он этого египтянина проучил плохими последствиями для египтянина. А потом увидел, как дерутся двое евреев, братья, по народу. И он к ним подходит. И они его увидели. Говорят, что ты нас так, как египтянина того. Того. Они его упрекнули. Фактически он тогда защищал вроде как еврея, брата, угнетенного, права человека. А эти два его соплеменника его упрекнули, обызвали фактически. Вы понимаете? А между собой еще и дрались. Ссорились. Вот смотрите. С одной стороны, эти люди, которые ссорились, будучи одной верой, одного народа, друзья и братья, и ссорятся. А с другой стороны, Моисей, а с другой стороны, царица, которая заступилась, язычница, и заступила внимание к его ребенку. Проявила такую веру, проявила какую-то жалость, проявила исхождение, видя, что это араб. Видя, что это те, кто, а на евреи говорили, что они могут захватить власть в Египте, и поэтому их надо, они большие, большой народ, многочисленные, они могут захватить эту землю. И она не проявила свою жадность, алчность, страсть к власти, стремление управлять своим. Она спасла жизнь человека. Вот пример для размышления, для рассуждения. Всем людям. Как одни верующие могут себя вести, драться, ругаться между собой и прикать еще их защитников. И как могут вести себя, язычники, добрыми быть. Поэтому, когда мы себя признаем как частью какой-то конфессии, религии или мировоззрения, это еще не значит, что мы такие. Какие наши дела? Какое наше поведение? Что мы сделали? Что мы сделали? Это несчастная язычница, принцесса египетская, она проявила любовь в деле. А многие христиане не только не в делене словах, а еще и дерутся между собой. Хороший такой вот пример из Библии, который Бог оставил, ну просто так в Библии. Жизнь Моисея. Подумать над этим примером. Два момента мне понравилось в этом. Первый, ну вот, один это вот это вот, что проявлять надо в делах конкретных. Помощь. Физическая, реальная помощь. Сироти, вдове, обделенным, угнетенным, всех, кто в этом мире гоним, над кем издеваются, всех защищать, помогать, спасать жизнь. Жизнь не спасать чей-то имидж, не спасать чью-то репутацию, просто как вот, ну, ты мне, я тебе, потом. А спасать жизнь, если человек беспомощный, помогать, кто бы это ни был. Вот это вот христианский путь. И второе, это прекрасный пример того, как надо довериться Богу, через тебя Бог будет работать, как работал через эту принцессу. И она была расположена, если Бог именно ей в этой жизни дал такой опыт, и тогда она вырастила его, этого младенца, и он повлиял на жизнь не только еврейского народа, а всех людей в мире. Потому что потом и здесь и западе, и Христос в этом же народе, понимаете, как сильно. А принцессу Египетскую забывают. А ведь она в значительной степени является тем, кто повлиял, той, кто повлияла на христианство сегодняшнее. Христос – это еврейский ребенок тоже, который Бог и человек, христиане признают его Богом, человеком, который родился в еврейском народе, в еврейской стране. Но эта страна стала независимой и вышла из Египта благодаря этой Божьей руке, которую Бог в свою силу проявил через Моисея. А Моисей спасен был кем? Принцессой египетской. То есть все от принцессы пошло. Ну так, утрированно. Но если посмотреть просто. Представляете, как можно повлиять в жизни на кого-то, на чью-то жизнь, на судьбу народов, на судьбу стран, на очень многое. Я думаю, что эта принцесса достойна. Хоть нет и упоминаний, кажется, надо больше изучить этот вопрос. Но она достойна, чтобы называться великой христианством. А вы как считаете? Можете написать на сравнение в этом комментарии. Так что изучайте и обращайте внимание на детали. Знаете, есть такой сейчас тиктокер, который смотрит мультики, например, или кино, и замечательные детали, делает стоп-кадры и показывает, что там детали из совсем другого фильма. Например, какой-то персонаж или какой-то предмет из другого фильма. То вот замечайте, детали есть везде, а в Библии их вообще масса. И они очень интересны. Так что я вам желаю вдохновения в жизни, делать добро, и, возможно, оно повлияет на кого-то и на вас тоже.